Токио дети сбросили котенка и стали наблюдать, выживет он или нет. Это случилось четыре года назад. Дети выбросили с восьмого этажа дома маленького котенка и смеялись, глядя сверху, как он там долетел. Девушка, зовут ее Тамара, увидела, как крохотное живое существо лежит, распластавшись на тротуаре в луже собственной крови. Сверху неслись радостные ребячьи голоса. «Жив или нет?» Тамара просто обомлела от этой жестокости, но тут котенок дернул тельцем, издал слабый писк и очнулся. Девушка тихонько подняла несчастного котика с земли и тут же повезла в ветеринарную клинику. Там задыхающемуся котенку прочистили от засохшей крови разбитый нос, на две лапы наложили гипс, еще посоветовали поставить штифт. На второй день Тамара торопилась уже в другую клинику для животных. Там объяснили, что переднюю лапу кота загипсовали с рваной раной, от этого здесь все загноилось. Когда из ранок доставали гной, Тимошка, как Тамара назвала найденыша, сидел тихо. Его прооперировали и назначили лечение. На передней лапе кости оказались раздробленными на мелкие кусочки, так что соединить их не удавалось. Вот почему в этом месте ставили пару штифтов. С задней лапой было все еще хуже. Она просто болталась, ведь держалась только на коже. Два штифта пришлось вставлять и туда. Тамара занималась с котенком не неделю-две, а долгие-долгие месяцы. Малыша лихорадила, он часто стонал и плакал от боли. Тамара помнит те дни, когда она очень радовалась, ведь Тимошка сделал первые движения своими сломанными лапками, а потом и пошел. Правда, шагами это не назовешь. Котенок размеренно шагать не мог, у него получалось только подпрыгивать или бежать. Но все хорошо. Тимоша выздоровел и вырос. Сейчас он спокойно и счастливо живет в семье Тамары. Он, конечно, стал инвалидом. Тимошка сильно хромает, челюсть немножко сдвинута вбок, но это не главное. Он так благодарен женщине за свое спасение, что от него просто исходится.